А главных новостях Украины и Мира узнаете в подробностях в студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте, сегодня в выпуске. Под грохот бронетехники в Закарпатье спецоперация в приграничных районах задействовали даже боевую авиацию, за кем пришли. Плюс выходной и минус маски-шоу, за что сегодня проголосовали нардепы и что оставили на потом. Шопинг, не выходя из машины в Харькове, мужчина проехался на авто по супермаркету, чего хотел. В Закарпатье масштабная спецоперация. В области работают более 300 сотрудников военной прокуратуры, пограничной службы, СБУ и военные. Марина Ковали расскажет. Спецоперация началась в 6 утра в селе Великое Быген. Задействовали спецтехнику и авиацию. Здесь живут братья Горваты, которые, по данным местных активистов, приватизировали 54 гектара земли прямо на границе с Венгрией. Дома тела Горвата окружен военными с автоматами и здесь стоят бронемашины. Внутрь, в доме, во двор правоохранители журналистов не пускали. Мол, идут следственные действия. Казану особу подозрюют в распространении наркотических средств на территории Украины и за ее межами, за кордоном. Казану особу подозрюют в завладении, отчужении государственных земель Украины вдовремя линии кордона. По нашим данным, протяженность границы с Венгрией, которую контролировали братья Горваты, более 5 километров. Они установили смотровые вышки, сторожевые вагончики. Там круглосуточно дежурили охранники, следили за передвижением пограничников и сообщали, когда граница свободна для переправки контрабанды. В сельсовете, говорят, землю выделяло Береговское райуправление Госгеокадастра. Силовики пожаловали не только Горватом. В военной прокуратуре сообщили. Провели одновременно более 100 обысков у подозреваемых в контрабанде и незаконном завладении землями вдоль границы. В съемочной группе подробностей удалось заснять, как правоохранители осматривали еще несколько домов в разных селах Береговского района. В основном они принадлежат мелким предпринимателям, собственникам магазинов и кафе. С нами они разговаривать не хотели. Закривайте двери! Добрый день, вас затримали сейчас? Пока главным результатом сегодняшней спецоперации стало задержание бывшего начальника управления земельных ресурсов Береговского района. Ему уже объявили подозрение. Завтра суд изберет меру пресечения. Также нашли наркотики, каннабис и опиум, пачки денег в украинских гривнах и иностранной валюте. Сумму, а также кому они принадлежат, в военной прокуратуре пока не уточняют. Говорят, обыски и следственные действия продолжаются. Марина Ковадью, Риковалев, подробности телеканал Интер, Закарпатская область. А вот человек, который курирует южный поток контрабанды, спокойно сидит в Киеве и занимает довольно скромную должность. И этот чиновник невысокого ранга кукловодит и в таможне, и в силовых ведомствах южных областей. Кто же крышует нелегальный бизнес, мы расскажем чуть позже. Правоохранители проводят около 50 обысков по делу о коррупции в Укрзалезнице. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Амелян. Кого и в чем подозревают, далее в материале. Генпрокуратура и нацполиция проводят около 50 обысков в шести регионах страны по делу о коррупции на предприятии Укрзалезнице. Об этом сегодня на своей странице в Фейсбуке сообщил министр инфраструктуры Владимир Амелян. По его словам подозреваются, цитирую, граждане Дубневичи, Михальчук, Костюк и другая веселая ГОП-компания. Министр также порадовался, что оказался прав, заявляя о коррупции на высоком уровне. Напомню, братья Ярослава Богдан Дубневичи одни из самых заметных лиц во львовском политикуме и бизнесе. Осенью прошлого года их декларации вызвали настоящий шок. Сотни домов, квартир и земельных участков. И горы налички 715 миллионов гривен на две семьи. Одна из компаний, бенефициарами которой являются братья корпорация КРТ, регулярно выигрывает тендеры Укрзалезницы на поставку рельсовых скреплений. СМИ неоднократно писали, что Дубневичи зарабатывают миллиарды на такой госмонополии. В прессе также была информация, что накануне своего назначения главой Укрзалезницы Войцех Бальчун встречался с Дубневичем, который согласовал его кандидатуру. Министр Амельян ранее заявлял, что только по итогам прошлого года стоимость закупок у компаний Дубневичей составляла около миллиарда гривен. Сейчас НАБУ расследуют 19 уголовных дел по факту коррупции на железной дороге. Одно из них в отношении высокопоставленных чиновников Укрзалезницы. Они, по версии следствия, в обход системы закупок Прозора закупали рельсовые скрепления по завышенным ценам у принадлежащих Дубневичам фирм. В результате железная дорога потеряла 26 миллионов гривен. Министр Амельян также выразил надежду, что правоохранители доведут дело до конца. Ведь только наказав виновных, страну можно изменить к лучшему. Очередные громкие обыски в Одессе. На этот раз правоохранители наведались к строительному магнату. Следствие приписывает ему чуть ли не финансирование сепаратизма на востоке страны. Все подробности разразившегося скандала в материале Андрея Анастасова. Аднан Киван, бизнесмен сирийского происхождения, владелец строительной империи Кадор Групп, который уже много лет, не без скандалов, возводит многоэтажки по всей Одессе. После событий на Майдане он занял подчеркнуто патриотическую позицию. Люди, которые защищают Украину, они защищают справедливость и они защищают демократию. Тем необычнее причина обысков у Кивана. Сотрудники киевского СБУ нагрянули в его офисы, расследуя дело о финансировании терроризма. По данным следствия, часть денег, вырученных от продажи квартир в новостройках, бизнесмен не вносил финансовую документацию, а наличкой отдавал одному из бывших депутатов Одесского горсовета. СМИ пишут, что это Игорь Марков. Доказательства этой версии СБУшники искали сегодня дома у фигурантов дела, а также в бизнес-центрах. Внутрь не впустили не только сотрудников компании, чьи офисы там расположены, но даже адвоката строительной фирмы Кивана. По закону я имею право представлять интересы данного юридического лица, собственника помещения при проведении следственных действий. И вот мы вызвали полицию для того, чтобы зафиксировать факт недопуска. Стоит сказать, что Аднан Киван уже два года воюет с мэром Одессы Геннадием Трухановым. Чаще всего это бизнес-разборки и касаются они земельных вопросов. И у того, и у другого есть свои покровители в Киеве. Эксперты считают, обыски как раз отголоски этого противостояния. И та, и другая сторона имеет свои группы поддержки в Киеве, которые в том числе борются между собой за влияние на Одессу и за контроль каких-то потоков и ресурсов в Одессе. Это все происходит по какому-то своему алгоритму. Три недели назад обыски проходили и у самого Геннадия Труханова. Тогда к нему приезжали сотрудники НАБУ. Но чем в итоге все закончилось? Тайна следствия за семью печатями. Что касается сегодняшних следственных действий, то, как сообщает СБУ, у фирмы-застройщика изъята финансовая документация 25 миллионов гривен наличными и около 100 печатей фиктивных предприятий. Андрей Анастасов, Богдан Вербицкий, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. А вот в парламенте сегодня думали о том, как приструнить правоохранителей. Там приняли закон о защите бизнеса. Теперь просто так прийти на предприятие силовики не смогут. Это голосование как никакое другое сплотило зал. Что же предусматривает документ? Далее в материале. В свой рабочий день народные депутаты решили начать с выходных. В преддверии католического Рождества они предлагают сделать 25 декабря официальным выходным. А чтобы сбалансировать количество рабочих дней, 2 мая рабочим. Но такие рокировки в календаре без споров не проходят. Мы должны понимать, что 2 мая ликвидировать нужно и сблить количество рабочих дней. Но не руйнуйте православие. Мы православная держава. Вы должны понимать, что за этим криется развал православия. Украинское общество разное. В нем и греко-католики, и протестанты, и католики. И мы сегодня принимаем объединенные решения для Украины. С первого раза голосование проваливают. На ходу депутаты договариваются. Праведный гнев стихает и сменяется едва ли не исповедью. Это последняя страна в Европе, которая не имеет 25 числа в выходный день. Я христианин Схидного православного обряда. Я святую Різдво 7 числа. Но я католик. И считаю святую католическую традицию. Но вы мне назвали цивилизованную державу, где выходный день вызначает европейский курс державы. Что вы, дурницы, молотите? Я вам еще раз скажу. Я е греко-католик. Мы должны от Верховной Ради вернуться к церкви. Нехай церкви вызначатся, какие дни должны быть выходными. Вторая попытка оказалась более удачной. 238 за. Закон принятый. Но дела церковные померкли перед интересами бизнеса. Все раскольнические настроения вмиг улетучились перед законом об обысках силовиков. Тут нардепы всех конфессий были едины, как никогда. Видимо, масок шоу они боятся больше гнева верующих. Тем более, что представлять документ приехал сам премьер. Я зневажаю тех силовиков, которые вдевают погоны правоохранных органов. И используют все возможности для того, чтобы тиснуть на честный, прозорий бизнес. Створюйте маски шоу. Обшуки, блокирования. Выключают у них технику, первую документацию. Блокируют тех, кто сегодня создает национальный продукт. В прошлом году 94 тысячи разов суды давали дозволь на обшуки. 94 тысячи разов предприниматели приходили к предпринимателю разного рода правоохранных органов с обшуками из маски шоу. Это 250 разов каждый день, целодневно. Каждую годину 10 обшуков в Украине отбывалось. Такой поддержки в зале, как при голосовании за этот документ, не бывало почти никогда. Электронное табло вмиг превратилось в зеленое поле. Если будут проводиться следственные действия, например, обшуки, выключение техники, это должно проводиться с видеофиксацией. Это очень важно. То есть теперь не можно будет делать, например, часть обшуков без видеофиксации, после того, как это использовать. Если касательно человека открыто криминальное проведение, то можно проводить обшук конкретной человек, а не связанных там человек, с кем торговали, с кем имеются юридические отношения и так далее. Другой, обшук не будет проходить без присутствия адвоката. И все, что будет вылучено, будет враховаться незаконно. Все мы знаем, особенно когда-то адвокаты, как часто податковая милиция, особенно этим зловживая прокуратура, не допускают адвокатов под час обшуку предприятий. Ну а на что духу не хватило, так это на закон о реинтеграции Донбасса. В комитете хотят, чтобы, как с законом о запрете масок-шоу, табло позеленело. Мы ожидаем поддержку от 5 фракций парламента, что наименьше. Мы даже враховали деякие правки в оппозиционном блоке. Можливо, это тоже сполихнет, и некоторые из них тоже проголосуют. Это было бы очень важливо, потому что этот законопроект может стать объединением независимости от оппозиционной належности, или право-владной належности политических сил в парламенте. Именно над этим мы работали. Мы бы теоретически могли выйти и сейчас, и найти 226 плюс голосов на голосование. Поэтому шукаем погоджение, консенсус. Мы вообще практически против этого законопроекта, поскольку он не решает главную задачу. Он не решает вопрос завершения конфликта примирения, и он не решает, там нет механизмов, как вернуть территорию и людей в Украину. Поэтому это просто законопроект, который удовлетворяет политические амбиции партии войны, и ничего общего с интересами людей, граждан и народа Украины не имеет. Наша позиция, нам надо голосовать в закон об особом статусе на 3-5 лет и давать возможность вернуть к мирной жизни эти территории после введения голубых касок в лению конфликтов. Но вот когда табло позеленеет и закон будет принят, непонятно. Екатерина Лысенко, Елена Зорина, Владимир Самченко, Владимир Дедов. Подробности телеканал Интер. Не хватило духу и голосовую избранников, чтобы прекратить полномочия двух своих коллег. В частности, депутата от самопомощи Алены Бабак и внефракционного Вячеслава Константиновского. Постановление трижды ставили на голосование, но поддержку в зале они так и не нашли. Алена Бабак, напомню, заявила о желании покинуть парламент в марте. Избранница захотела сменить сферу деятельности. А в июле отказаться от своего мандата решил и Вячеслав Константиновский. Причиной назвал отсутствие доверия к парламенту и депутатам. Крупный финансовый скандал, похоже, зреет в парламенте. Предмет за облачные зарплаты у работников аппарата. Суммы чуть ли не в 10 раз превышают заработки самих нардепов. Об этом говорит декларация чиновников. В частности, исполняющие обязанности главы аппарата ВР зарабатывают около 100 тысяч гривен. Еще больше бухгалтер, почти 120, а замы более 70 тысяч. Это же нам подтвердили в регламентном комитете парламента. Там говорят, материальное положение чиновников улучшилось пару месяцев назад. Невысокая зарплата за облачные доходы. В том числе от контрабанды и конвертационных центров. Журналисты выяснили новые детали работы замначальника следственного управления нацполиции Дмитрия Бута. Как, через кого, с кем этот полицейский чиновник высасывает миллионы долларов ежемесячно, смотрите сами. По данным журналистского расследования Владимира Бойко, Дмитрий Бут возглавил вестиневой бизнес Южного потока. Вся контрабанда, проходящая через Одесскую таможню, контролируется этим замначальника следственного управления нацполиции. Во времена Ионуковича под покровительством так называемой семьи контрабандой в Одессе занимался некий Орест Ферманюк. После революции достоинства он тихо ушел в тень. Но все так же остается в деле. Работают по схеме. Сначала следователь устраивает в Одессе маски-шоу и останавливает растаможку грузов. Доверенное лицо через брокеров связывается с компаниями и предлагает решить вопрос за определенную сумму. Тех, кто заплатил, вносят в перечень декларантов, к которому полиции претензий нет. Ежемесячно по этой схеме Бут зарабатывает миллионы долларов. Еще одно направление оборотня в погонах – крышевание конвертационных центров. Делает это он совместно с неким криминальным авторитетом Столовченко по кличке Стакан. За месяц они собирают дань в размере не менее трех миллионов долларов. Сумму делит сам Бут поровну на пять частей и распределяет между соратниками и покровителями в МВД, ГПУ и СБУ. Обвинили Дмитрия Бута и в вымогательстве денег у агрария в этим летом в Винницкой и Херсонской областях и Мариуполе. За закрытие уголовных дел и крышевание агрокомпаний несколько предпринимателей платят чиновнику от 100 до 300 тысяч долларов. Вот так легко, живя на откатах, всего за три года Дмитрий Бут сумел наколядовать миллионы долларов. Имеет чиновник шикарный дом в селе Горениче под Киевом, рядом с дворцом одиозного пшенки. Две квартиры площадью более 200 квадратных метров в самом дорогом жилом комплексе страны и базу отдыха на Бердянской косе. Ежегодно оплачивает дорогостоящее обучение троих детей в платных школах, а старшая дочь получает второе образование в Великобритании. Его семья вольготно отдыхает на шикарных курортах, не зная ограничений в финансах. Раненые бойцами в ВСУ Любови Стехиной сделали операцию в больнице имени Мечникова в Днепре. Сейчас жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает. В интервью журналистам женщина рассказала, как все произошло. В ее квартиру в Попасной ворвались два человека в военной форме и открыли огонь. В результате пуля срикошетила от стены и ранила ее. Что касается действий украинских военных, то армейцы, по словам Стехиной, всегда оказывали помощь и были доброжелательны. А нынешний случай она считает досадным недоразумением. В Зоне АТО сегодня беспотеренную ситуацию по-прежнему напряженная. Боевики ведут обстрелы по всей линии соприкосновения и по-прежнему применяют орудия запрещенного калибра. Сначала суток враг нарушал перемирие уже девять раз. С передовой сюжет Геннадия Вивденко. Все возможные отверстия в здании бывшего интерната для детей в городе Маренко драпируют чем могут. Здесь почти всегда темно. С окрестных терриконов, которые контролируются оккупантами, ведется беспрестанный снайперский огонь. Снайперы очень часто по нас работают. Можно сказать, почти каждый день. Но мы позиции нормальные укрепили, замасковали. В них пока что, слава Богу, не очень выходит работа. Почти каждый день по позициям 30-й бригады, прославленной в боях за освобождение Донбасса, боевики ведут огонь из гранатометов, пулеметов и минометов. Как крупнокалиберные, получается, пулеметы, панамов, стрелы не было. Ну, прилетало, получается, где-то терриконов. Вот, получается, эти, как-то, 8-2. Как мы себя ведем, как реагируют? Мы? По команде. По команде, нахер, дают команду, отработают просто, отрабатываем просто. Стрелять, стрелять, как бы, больше ничего такого. Нажим не крупным, а все нормально. Просто, чтобы узнали, что надо тоже отдать адекватную відповедь в любой момент. Только эту ночь защитники позиций интернат провели в относительной тишине. Украинские бойцы провели более-менее спокойно эту ночь. Это впервые с времени ротации военного подразделения здесь, в Марьинке. Однако никто не расслабляется с 3-4 часов, ожидают очередной активности врага и новых обстрелов. Сегодня украинские солдаты начали охоту на вражескую бронированную машину пехоты. Специально подготовленные группы вели огонь с самого утра. Сегодня, с самого раннего дня, начали работать БМП-2 с использованием ПКТ и пушки 30-го калибра. И также сегодня работала ДШК. По данным радиоперехвата, нам стало известно, что враг будет работать где-то после обменного часа. В 4 часа дня враг начал обстреливать позиции украинской армии из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. По нашим солдатам боевики били более часа. И это еще не вечер. Геннадий Вивденко, Сергей Дубинин и Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. Наращивать боеспособность и укреплять связи с НАТО. Такую задачу поставил президент военно-морским силам. Сегодня Петр Порошенко был в Мариуполе, поздравлял морских пехотинцев с профессиональным праздником. Он отметил, что в последние годы морпехи получили новые образцы военной техники, в частности, боевые катера. На одном из таких президент вышел в море, оценил судно в условиях, максимально приближенных к боевым. И пообещал, что модернизация вооружения для флота будет продолжаться. Держава ж будет наращивать усилия по обеспечению морских пехотинцев новичными и модернизированными образцами военной техники и оружия. В частности, я имею приятную новину, что в следующем году мы завершим переозброение танкового батальона бригады морской пехоты переведением на танки Т-80. А еще одного батальона морской пехоты озброем модернизованными боевыми машинами пехоты. Это подробности и далее в нашей программе. Особо жаркие дебаты в Николаевском курсовете. Столкновения. Кто с кем и почему подрался. Развиртуалился в Брюсселе. Встреча блогера с фанатами переросла в погромы, из-за чего агрессия. У нового госбюро расследований появился руководитель. Им стал Роман Труба. Чем будет заниматься глава ГБР и кому подчиняться, смотрите далее. Сегодня спецкомиссия избрала главу государственного бюро расследований. Из 19 кандидатов, среди которых и глава военной прокуратуры Анатолий Матиос, был выбран Роман Труба, бывший сотрудник прокуратуры, в последнее время работавший в частной компании «Сектор права». Комиссия из 9 человек. Это преподаватели права и юристы, а также замминистра МВД Татьяна Ковальчук и Трина Ардепа, Владислав Бухарев от Батькивщины, Николай Поломарчук от БПП и скандально известный Евгений Дейдей от Народного фронта. Всех кандидатов подвергали проверке на полиграфе, а также ряду собеседований. Формально госбюро было создано почти два года назад с принятием соответствующего закона в ноябре 2015 года. Но в реальности новый орган так и не заработал. С 20 ноября этого года он перебирает у Генпрокуратуры полномочия по расследованию преступлений, совершенных чиновниками высшего уровня. Поскольку ГБР является органом исполнительной власти, теоретически может находиться в подчинении у премьер-министра. Граничная численность ФБР по-украински до полутора тысячи человек. Согласно декларации у семьи Романа Трубы несколько небольших квартир во Львове, два земельных участка площадью более 5000 квадратов, автомобиль Toyota Avensis 2007 года, а также акции Борщевского сырзавода и Львовского инструментального завода. Наличными он держит 84 тысячи гривен. Борьба с коррупцией – главное условие, при котором Соединенные Штаты продлят помощь Украине, в том числе и военную. Об этом заявили американские чиновники и конгрессмены во время переговоров в Вашингтоне с лидером движения «Справедливость» Валентином Наливаченко. Все подробности в материале из американской столицы. Кулуары Конгресса словно интерьеры из сериала «Карточный домик». Длинные коридоры, кабинеты сенаторов. Только вот в отличие от кино, жизнь тут реальная и проблемы реальные. К примеру, в эти дни все военным бюджетом Америки заняты, где и помощь Украине тоже предусмотрена. Бизи-тайм – напряженное время, слышишь тут от каждого. Но возможность встретиться с теми, кто приезжает из Киева, здесь находят всегда и очень хорошо осведомлены обо всем, что происходит в украинской столице. Я встречался с этими членами Конгресса и подразделем Держдепартамента, которые как раз и опекаются вопросами Украины. Все знают, все понимают. Американские партнеры добре обозначены с ситуацией. Речь в первую очередь о борьбе с коррупцией. Валентин Наливайченко признается, услышал слова о беспокойности и на Капитолийском холме, и в неформальных разговорах с политиками. Говорит, в Госдепе с ним поделились. Зачем сейчас прилетел в Украину человек, заменивший знаменитую Викторию Нуланд. Помощник гостекретаря по делам Европы. А от его руководства тут, в Держдепартаменте в Вашингтоне, мы слышали и знаем, с какими позициями пан Митчелл приехал в Киев. Позиция первая и главная. Навести лад в борьбе с коррупцией. Створить антикоррупционный суд. Политик услышал в ходе своих встреч. В американском Конгрессе по-прежнему очень сильна поддержка Украины. Причем в обеих партиях. Не важно, демократы или республиканцы. Но и условия теперь уже открыто озвучивают. Наливаченко говорит, в ходе этой поездки познакомился еще и с Куртом Волкером, спецпредставителем по Украине. Приоритет – освобождение украинцев, оказавшихся в плену или в тюрьмах. И в Вашингтоне эту позицию разделяют. Так что, несмотря на то, что Конгресс занят бюджетом, а Белый дом разгребает скандалы и отбивается от прессы, украинская тема при Трампе не ушла из списка приоритетов. Просто для того, чтобы она в этом перечне осталась, и страна должна тоже многое делать. И эту фразу сейчас услышишь от каждого украинского политика. Кто бы ни приезжал в Вашингтон, чтобы провести здесь встречи. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала «Интер». Проект «Стена» на Буэсап задержали восьмого участника коррупционной схемы. Подозреваемый, по версии следствия, создавал липовые предприятия. Через них мошенники обналичивали деньги, которые выделялись на строительство украинско-российской границы. В ведомствах сообщают, эти предприятия конвертировали более 10 миллионов гривен. Задержанному уже объявили о подозрении. Допрос на расстоянии. В Печерском райсуде столицы сегодня слушали дело о преступлениях экс-президента Януковича против Евромайдана. По видеосвязи задействовали закарпатского губернатора Геннадия Маскаля. По его словам, план разгона Евромайдана разрабатывали в ФСБ, а руководители МВД совещались с Януковичем трижды в день. Это другое решение. Не допустить. Любой ценой не допустить. Приезжал начальник 5-го управления, если вы знаете про это 5-е управление ФСБ. Эти разведчики, которые тут сидят в посольстве, сказали, что все, Янукович уже оплык ему. И он терминово приехал, лишен женщин, у них спасти ничего. Под Киевом изнасиловали 24-летнего полицейского охраны. Все произошло в Василькове. Молодой человек в свободное от службы время познакомился в супермаркете с двумя мужчинами. Те предложили поехать к одному из них домой выпить. Во время застолья собутыльники поссорились. В результате мужчины избили полицейского, а потом изнасиловали. Сейчас подозреваемых ищут. И хотя уголовное производство открыто, в полиции пока не подтверждают и не отрицают факт преступления. Геннадий Дронова объявил голодовку. Напомню, это второй подозреваемый в деле о смертельном ДТП в Харькове, в котором погибли 6 человек. Так он отреагировал на отказ суда выпустить его из СИЗО под домашний арест. Адвокат Дронова уверял, это позволило бы его подзащитному закончить лечение. Сам обвиняемый даже расплакался и пожаловался на плохое самочувствие, но суд оставил Дронова в СИЗО до 19 декабря. Поведенка на стадии досудового розгляду цієї справи говорит про то, что у подозреваемого есть желание уникнуть следствия. А в Харькове очередное происшествие мужчина разъезжал на своей машине по супермаркету. Как рассказали очевидцы, он протаранил двери магазина и спокойно въехал в торговый зал. В полиции сообщили, лихачу 32 года, правоохранители, которые приехали на вызов, заметили у него признаки наркотического опьянения. Никто из посетителей не пострадал. Учиться жить вместе в Украине в этом году стартовала реформа инклюзивного образования. Ее цель, чтобы дети с особыми потребностями учились в обычных классах. Одна из таких школ уже работает в Харьковской области. Есть ли успехи, узнавала Светлана Шикера. На своей коляске первоклассница Аня уверенно преодолевает небольшие порожки коридоров. Когда строили школу, их специально установили не выше двух сантиметров. Библиотека на втором этаже не проблема, ведь в школе есть лифт. А еще специальный туалет, комната для отдыха и пандус на входе. Через два месяца учебы одноклассники, не замечая, что Аня в коляске, вовсю гоняют с ней по коридорам. Да, она может очень быстрее. Мы ее возим. А еще она сильно-сильно крутится. Сама Аня уже бойко читает и мечтает стать кардиохирургом. Мне нравятся уроки, математика. Математика мне очень нравится. Да, читать, писать, всякие буквы. В школе особенным детям помогает ассистент учителя. Эту должность ввели специально. Галина Ивановна психолог. Говорит, девочки быстро стали частью коллектива. Дети старшие, для них немножко, как бы, знаете, первые дни, но они к ним привыкали. И у нас дети, у них нет понятия вообще, что там что-то Аня с чем-то не справится. Они ее принимают так, как она должна быть. Именно дать возможность особенному ребенку почувствовать себя таким же, как и все остальные, основная цель инклюзивного обучения. Об этом сегодня на форуме в Харькове говорили педагоги и врачи со всей Украины. Если детина находится на индивидуальном учении и сидит в себе дома, и она не знает жизни, она его видит только через окно. И если до нее будут приходить безлечащие педагоги, будет очень хорошо ее научить. Но она не может потом использовать эти знания, потому что она будет не адаптована к жизни в обществе. Сегодня в Харькове для особенных детей открыли реабилитационную комнату. Будем створювать и инклюзивно-реабилитационные центры по районах Харьковской области. И будем делать все для того, чтобы и готовить кадры, и надавать возможности, чтобы они были равными для всех. Наразі, с вересня месяца, сегодня открываем уже первую ресурсную комнату. Можу сказать, что за 2018 год плануем открыть 15 ресурсных комнат, 25 медиатек. Харьковская область была одна из первых, которая начала запровадживать такие умовы для специальных детей. Но комплексно доучиться до государственной программы мы смогли только после подписания меморадиума и с благодейным фондом Петра Порошенко. Такие комнаты и специальные классы для особенных детей обещают открывать не только в больших городах Харьковской области, но и в маленьких райцентрах. Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интерхарьков. В Черновцах бизнесмены и оппозиционеры помогли областной детской больнице. Там недавно провели реконструкцию, заменили крышу, обновили электропроводку, отремонтировали кабинеты. А вот на мебель денег уже не хватило. Тогда руководство обратилось за помощью ко всем неравнодушным. Откликнулись партийцы оппозиционного блока. Купили мебель и оборудование для инфекционного отделения. Купили мебель и оборудование для инфекционного отделения. Мы, скажем так, проникнулись проблемой. И, ну, дети – это наши первые, ради чего мы живем, скажем так. Блокады трибуны, драки, петарды и сообщения о минировании. В Николаевском горсовете сегодня было все. Сначала на сессию пришли нежданные гости, а следом за ними еще и полиция. Что случилось, узнавались наши корреспонденты. Уберите человека. А полиция у нас как-то присутствует. Она вообще собирается защищать или не собирается защищать. Все началось с того, что активисты заблокировали трибуну и просто так уходить не собирались. Главное требование – распуск и перевыборы городского совета. Но неожиданно исполняющая обязанности мэра заявила ОЧП. Есть информация, что Александр Федорович Сенкевич заминировал наш зал. Но разбушевавшихся активистов это не остановило. Они забросали зал петардами и дымовыми шашками. Полиция пыталась утихомирить молодых людей. Началась потасовка. Одного из участников задержали. Представники полиции стали дойти жестче. Они вывели частку людей, но не вывели ни одного депутата. В конце концов, все покинули зал. Ненадолго. Прибывшие взрывотехники осмотрели все кабинеты, но ничего подозрительного не нашли. После этого депутаты вернулись на свои места и сессия продолжилась. По мнению некоторых, все это банальная борьба за власть. Я думаю, что кто-то хочет прийти до влады и выкористовывать будь-якие шляхи для найскорейшей реализации этого процесса. В полиции уже открыли уголовное производство. Всех задержанных доставили в управление. С ними работают следователи. В результате человек, который перешкодил противникам полиции, выполнял свои профессиональные обязанности, будут доставлены до центрального ведома полиции. Еще одного гражданина, который блокировал трибуну, ставчинял фудигантские действия, также доставлено до полиции. Несмотря на бурное начало, депутаты все же рассмотрели все вопросы. Среди них были земельные. И утверждение программы развития бизнеса. Сергей Игнатенко, Игорь Попов. Подробности телеканал Интер. Николаев. В ООН обеспокоены ситуации с правами верующих в Украине. На заседании в Женеве представители организации призвали Киев обеспечить им надлежащую защиту. В последнее время зафиксированы сотни случаев захвата храмов. Кто и зачем это делает в нашем материале. Последние годы захвата храмов в Украине стали делом обычным. В селе Птичь и Ревненской области конфликт длится три года. Представители Киевского патриархата вместе с бойцами правого сектора врываются в храм Успения Пресвятой Богородицы. Возле церкви постоянной провокации, которая практически всегда заканчивается потасовками. Все это время верующие УПЦ пытаются отстоять свои права на храм через суд. Подобная ситуация и в селе Катериновка. Это Тернопольская область. Неизвестная ломает центральные двери церкви святого великомученика Георгия. Храм занимают сторонники Киевского патриархата. Верующие УПЦ внутрь попасть не могут. На форме парней, которые блокируют вход, нашивки все того же правого сектора. Несколько десятков правоохранителей просто наблюдают за конфликтом. Это тоже Тернопольская область, село Колосово. После крестного хода и богослужения в местном храме Иоанна Богослова проходит собрание. Якобы по поводу перехода в Украинскую православную церковь Киевского патриархата. 50 молодых людей в камуфляже и балаклавах мгновенно окружает церковь. К ним присоединяются и местные сторонники Киевского патриархата. Срезав замок на двери, они врываются в помещение. А это уже Прикарпатия, село Старый Гвоздец. Сторонники Киевского патриархата самовольно проникают в Свято-Успенский храм. В то время, как несколько десятков полицейских блокируют вход, не позволяя верующим Украинской православной церкви войти в церковь. Человек закрывал двери, выштукал село месть храма людей, они закрили двери назад, они нас до храма не пустели. Пришло 4 человека, и 2 меня взяли за руки. Они меня задом по хребте начали копать. И они меня выштукали с хорьев, забег милиционеров. И тут встали, такой коридор сделали. Я вот зашел, ну что, в другую полиция зашла. Как выходить из храма? Обеспечить права верующих УПЦ призвали Украину в ООН. Там накануне состоялось заседание рабочей группы по правам человека. Все представители государств-участников заседания выразили свою поддержку на международном дипломатическом уровне общинам Украинской православной церкви. Усиленный патруль на улицах Брюсселя. Полиция опасается блогера. Попытка звезды Ютуба пообщаться с фанами вживую привела к беспорядкам в городе. Поклонников собралось так много, что их решили разогнать. Продолжит Елена Абрамович. 600 тысяч подписчиков в Инстаграме, около миллионов. Снепчатей немало в Ютубе. Такую поддержку 18-летний бельгиец получил после размещения в сети смешных, а иногда и несколько агрессивных роликов с кадрами из обыденной жизни. Разговаривает с младшим братом, испытывает детскую кроватку в магазине. Звезда соцсетей решил развиртуалиться и пригласил своих фанов встретиться на одной из площадей в центре Брюсселя. Пришли сотни поклонников. Полиция квалифицировала это как несанкционированный митинг. В стране высокий уровень террористической угрозы. Правоохранители контролируют любое собрание. А здесь спонтанная толпа. На призыв разойтись часть участников ответили агрессией. Молодые люди стали крушить машины и витрины магазинов. Чтобы зачистить площадь, полиции пришлось вызывать подмогу. Инициаторов собрания и еще 30 молодых людей задержали. Большинство из них несовершеннолетние. Впоследствии отпустили почти всех, в том числе и блогера. Под стражей оставили 4 человека. Их подозревают в кражах. Беспорядки в городе происходят уже второй раз на неделю. На выходных в центре Брюсселя после футбольного матча драки устроили фаны. Так что полиция решила увеличить количество патрульных на улицах. Из Брюсселя Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Это все новости к этому часу. А завтра не пропустите итоговую программу подробностей недели с Алексеем Лихманом. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин